Вы хотите отвлечься от своих забот, а вот вам история 40-летней давности. Сюда на станцию Минутка мы и приезжали. Дети, октября, пионерии, комсомолы и партии. У нас все стало спокойнее, и мы верили в наше лучшее будущее. Да, по сути, мы отдыхаем, занимаемся для души, а потом и расслабляемся. И знаем, что у нас бесплатная медицина. Мы можем в 50 лет по горячему стажу выйти на пенсию. А по сути, весь магнитогорск, бытности, комбинаты и метильские калибровки. И это горячий стаж. Мы получаем бесплатные квартиры. Да и сумма за квартплату – это копейки. Дети бесплатно учатся в институтах, получают высшее образование, также бесплатно. Затем помогают в стране. Есть и военная кафедра. Мы с загранпаспортами катаемся в наши любимые социалистические страны. У нас два нормальных канала без рекламы. На каждый день и совсем не задорого мы можем сходить в кино. Ибо по городу аж 15 и более кинозалов то есть. Мусоров у нас нет, в смысле обыкновенных мусорок. Потому что в один день или по графику мы выносим ту мелочь, что осталось. А бутылки сдаем. А теперь будет совсем весело. И вообще-то это было 40 лет назад. Мы летали на самолетах, ездили на поездах и это стоило недорого. Доллар был 59 копеек, бензин 25 или 20. Вы не помните? Я-то помню. Я знаю, это было. А какая была армия, заградение. Зашли в Афганистан, так наваляли, что все издулись. Это было 40 лет назад. Мародеров не было, металл был весь. Никому не нужная медь. Да-да-да, было это. Можно и вернуть. Как вернуть? Делиться надо, а не воровать. Да и партия у нас такая есть. Коммунистическая партия Российской Федерации. Быстро-быстро все возвращается. И даже говоря о том, что гражданская авиация и это не Россия, остановить авиасообщение это работа пяти минут. А дальше будем делиться. Простая математика дает вариант большего удовольствия для народа, с большими выплатами, для врачей тоже. Хватит воровать, пора делиться. Ну, я считаю, это хорошо, потому что тут, во-первых, это на свежем воздухе. Нынешняя молодежь дома просиживает в свое время. А тут свежий воздух, выйти, размяться. В общем, это полезно для здоровья и, в принципе, очень весело. Весело, в действительности. То есть будем говорить все-таки, что компартия КПРФ это есть неплохо. Да, я считаю, это хорошо. Да, не вся молодежь в это верит. Но мы-то знаем, нас хотят вернуть в небытие. Но пока не получается. Сказки нам втирают. А зря. Давайте без сказок поговорим с теми, чьи возраст тут 45 в год 2019. Они вам все объяснят, что СССР это была страна счастливых стариков и ребят. Так оно и было. Так оно и есть в той самой партии, в КПРФ. Здесь все равны, здесь равенство присутствует. И мы готовим с вами этим равенством и делиться. Равны все. Господь дал нам такую возможность при рождении. А дальше вот такая тема, которая имеет место в мировой практике. И это равенство, и оно показывает суть, беспокоящей капиталистов. Ибо капитализм, по сути, это и есть воровство.